ЧЕРКЕСКАЯ Здравствуйте! У Мартикеев о наиболее заметных событиях в республике. Коротко о некоторых темах. Социально-экономическое развитие Хабесского района – вектор на улучшение качества жизни людей. В Черкесии продолжается строительство надземного автомобильного переезда. Курорт Архыз лидирует среди популярных направлений для зимнего отдыха на базах. И школьники Карачаевы Черкесии принимают участие в четвертьфинале Всероссийской Олимпиады «Умники и умницы». Далее об этих и других темах подробнее. Вопросы социально-экономического развития муниципалитета стали ключевой темой разговора главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с руководителем администрации Хабесского района Тимуром Жужуевым. Тимур Муаедович доложил, что практически завершили капремонт участка автодороги Черкес-Хабес. В этом году отремонтировали 5 километров дороги в районном центре Ауле Хабес. Завершается также ремонт почти 9 километров участка этой дороги между улом Жако и поворотом на федеральную трассу по пути к курорту Архыз. В этом году провели ремонт еще двух участков. Вместе с тем благоустроен парк в Ауле Зиука и в ближайшие пару месяцев будет установлено уличное освещение в Бавуко и Зиука. К концу года планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ауле Хабес. Ведется также строительство Дома культуры в Ауле Малый Зеленчук. Кроме того, в районе реализуется масштабный проект строительства группового водоснабжения населенных пунктов Хабесского, Абазинского, Адыгихабльского и Ногайского районов. Карачаево-Черкесия по поручению главы республики Рашида Тиморезова установила ряд дополнительных мер региональной поддержки для семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Принятый ранее перечень мер расширен по указу Рашида Тиморезова и охватывает как членов семей мобилизованных, так и семей военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Подробности сообщила заместитель министра труда и социального развития Мадина Шаева. В соответствии с указом главы Карачаева-Черкесской республики, мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам, военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации, которые заключили впервые контракт с 21 сентября, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также указом установлены выплаты в случае ранения, в зависимости от тяжести ранения, от 100 до 300 тысяч рублей. И в случае гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей. И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне. Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции. И приняты меры поддержки и семей, и детей. И очень много дополнительных мер, но в части, касающиеся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающиеся в социальном обслуживании. И очень важно отметить, что в соответствии с поручением и главы республики, за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. Восемнадцатого ноября 2022 года во многих регионах и городах нашей страны будет проходить Всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября. О том, какие мероприятия будут проводиться в этот день, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии, рассказал начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Мурат Тлисов. 18 ноября 2022 года с 9.00 до 18.00 в Управлении ФССР по Карачаево-Черкесской Республике будет проведен День правовой помощи детям. Для участия в приеме будут приглашены представители Государственного юридического бюро. Лица, нуждающиеся в правовой помощи, смогут обратиться в службу судебных приставов в Республике без предварительной записи. Вместе с тем, Управление ФССР по Карачаево-Черкесской Республике рекомендует заранее сообщить о своем планированном обращении, чтобы работники управления могли максимально предметно подготовить решение вопроса к моменту приема и принять соответствующие меры. По вопросам записи на приемы возможно обратиться по адресу город Черкесск, улица Свободы, 64ю-1, по телефону 8-878-2-21-56-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия. Этот же день в Управлении будет работать в горячей линии по вопросам оказания правовой помощи детям. Номер телефона 8-878-2-21-56-18. Курорт Архыз лидирует среди популярных направлений для зимнего отдыха на базах. Российский сервис бронирования отелей и квартир твил.ру выяснил, куда именно собираются отправиться гости зимой следующего года. Лидирует наш курорт. Сюда собираются поехать около 20% отдыхающих. На втором месте базы Подминска – 9% и на третьем месте в Карельской Эйсолье – 6%. В Карачаево-Черкесии скоро появятся пункты придорожного сервиса. Уже до конца года мы их увидим вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования курортным зонам. В Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джгуте, Кардоникской и в районе села Важное. Все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Строительство этих объектов стало возможным благодаря победе Карачаево-Черкесии в грантовом конкурсе федерального правительства. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. В регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Черкесске ведется строительство надземного автомобильного переезда протяженностью 658 метров. Новый объект свяжет микрорайон Северный с соединительной дорогой Невиномыск-Домбай-Лермонтов-Черкеск через железнодорожное полотно. Ввод переезда в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Начиная с 2019 года в России запущена программа по обновлению, а точнее переформатированию библиотек. К 2025 году в стране будет переоборудовано 600 библиотек. Модульная библиотека появится и в Усть-Джугутинском районе. Об этом рассказала директор Центральной районной библиотеки Елена Кузьмина. Надо поломать все стереотипы и сделать из нее современный центр, где молодежь смогла бы провести свое время, собраться по интересам. Компьютерный класс планируем открыть, чтобы дети смогли прийти, найти ту или иную книгу, которая будет находиться не только в фонде нашей библиотеки, но и в библиотеках России, к которым мы планируем подключиться электронно. Также хотелось бы, конечно, чтобы это были и просмотры фильмов. То есть мы запланировали сделать как небольшой салон, чтобы школьники и взрослый контингент тоже смогли прийти и посмотреть фильм по интересам. Если это школьная программа, то обсудить сюжет, книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В рамках проекта Народного фронта «Все для победы» продолжается региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачаевой Черкесии на передовой. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачаевой Черкесии Денис Струговцов. Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях и, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно отвлекались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идет про ребят из Карачаевой Черкесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется еще больше людей. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкес-Домбай, граница с республикой Абхазия, на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Дегуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебёночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колёс с дорогой. Школьники Карачаева Черкесии принимают участие в четвертьфинале Всероссийской Олимпиады «Умники и умницы», который проходит в эти дни в Останкино в Москве. Это победители Республиканской Олимпиады «Умники и умницы» Карачаевой Черкесии, Мурат Бабоев из гимназии номер 9 «Черкеска», Леана Лепшукова, учащаяся от 13-й гимназии и Марк Дорохин, представляющий 7-ю школу республиканской столицы. Радио России, Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, в горах местами до плюс 8. В Черкесии без осадков ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 16 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Мартикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.